В Твери запущен крупнейший в России завод по переработке вторичных полимеров. Инновационный промышленный комплекс и экопространство Total Cycle ежегодно будет перерабатывать 40 тысяч тонн входящего вторичного сырья. Также на предприятии запустили новую уникальную линию. В чем ее особенности, сколько теперь смогут перерабатывать вторичного сырья на предприятии, узнавала наша съемочная группа, которая побывала на открытии. Новый завод строился три года. Предприятие расширилось почти в четыре раза с 4,5 до 20 тысяч квадратных метров. Теперь здесь ежемесячно будут обрабатывать почти 3 тысячи тонн вторсырья. Также здесь обрабатывают четыре вида пластика, PET, проще говоря, пластиковые бутылки, также полиэтилен высокого и низкого давления и полипропилен. Важно отметить, что здесь появилась новая линия переработки. Я бы сказал, это новая эра, новый шаг в переработке, потому что нами создан, построен завод, который будет выпускать хлопья пищевого качества, не просто технического, который идет на волокно, на синтепон. Это хлопья пищевого качества, которые будут использоваться для производства вновь бутылки для напитков и контейнеров, которые мы видим и покупаем. В России уже есть два таких переработчика, но в таком объеме, как в Твери, этого сделать не сможет никто, рассказывает управляющий партнер группы компании «Экопартнерс». Вторая особенность — использование российского оборудования для этих целей. Это пример импортозамещения в отрасли рециклинга отходов упаковки. До этого это было оборудование очень дорогое из Европы, не очень качественное из Китая. Здесь у нас качественное, не очень дорогое. 80% российской оборудования, которая в том числе и на нашем заводе «Ржевмаш» в Кирской области сделана по нашему заказу. На заводе действуют три участка переработки бутылки. Первый — подготовка. Второй — сортировка по цвету и материалу. Третий — дробление и отмывка хлопьев. Эти три процесса длятся всего 15 минут. Общая площадь Total Cycle позволяет совместить не только масштабное производство, но и экспериментальную лабораторию и общественные пространства. Эко-музей «Зерно», ремесленная мастерская и эко-лекторий. Увы, но в России такой специальности, как «Рециклер» нет. Это переработчик вторичной упаковки. Именно здесь и попытаются создать эту компетенцию. Мы показываем, как производство работает. Мы показываем музей и мастерской, как дальше это всё можно употребить. И мы уже начали, опять же, как сегодня было сказано, на открытии сотрудничество с учебными заведениями. Нам очень сильно нужны увлечённые креативные кадры. Как она будет работать, если не будет кадров. Мы считаем, что мы стоим, можно сказать, даже в начале этого всего движения. 18 лет мы этим занимаемся. Губернатор Игорь Рудени направил приветствия участникам торжественного мероприятия. Он отметил важность деятельности промышленного комплекса, которая задаёт высокие стандарты не только в сфере глубокой переработки вторичных полимеров, но и вопросов экологического просвещения способствует формированию в обществе культуры обращения с отходами. Министр экономического развития Тверской области Иван Игоров отметил, что такие предприятия играют важную роль в развитии региона. Также в ходе выступления председатель законодательного собрания Тверской области обратил внимание на то, что важно изменять поведенческие модели к экологии. Перед органами власти, перед общественностью, перед бизнесом, по сути дела, стоит такая очень непростая задача выстроить целостную систему экологического воспитания. Поэтому я хочу подчеркнуть, что важным шагом в деле формирования такого бережного отношения к природе стало принятие в 2016 году законодательным собранием закона об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры Тверской области. Этот документ был разработан совместно с Волжской природоохранной прокуратурой. Отметим, что география поставок переработанного вторсырья не ограничивается центральной России и измеряется десятками тысяч километров. В скором времени на предприятии будут проводить экскурсии, чтобы каждый желающий смог узнать, что у вторичного сырья есть вторая жизнь.